Должны ли верующие в Мессию Иешуа соблюдать закон Моисеев? Если нет, то почему? Если да, то весь закон целиком или какую-то его часть? Почему именно эту часть, не весь закон? Какую именно часть? Кто должен соблюдать весь закон или не весь закон? Здесь есть много вопросов. А самое главное, по какому принципу отбирать эти заповеди, которые, да, нужно соблюдать, если такие есть. И еще более важно, с какой целью это делать, если это делать. Давайте попытаемся начать сегодня отвечать на эти вопросы. На самом деле, конечно же, ответы уже есть, поскольку вопросы появились не сегодня и не вчера, и я не первый, кто пытается на них ответить, конечно же. Вопрос о роли закона в жизни человека, верующего в Иешуа, впервые был поставлен еще в апостольские времена, то есть при жизни 12 апостолов Иешуа и, ну, может быть, точнее, 11 апостолов, да? Хотя 12 апостол Павел уже тоже был в те времена. Но, конечно же, с тех пор много воды утекло, и поэтому сегодня есть самые разные точки зрения на эту тему. Одни люди говорят, что поскольку и Иешуа, и Павел упразднили закон Моисеев, пригвоздили, так сказать, его к кресту, несовместными усилиями Иешуа сам с этим, типа, справился. Вот, то вообще говорить не о чем. Мы сегодня мертвы для закона, закон мертв для нас, мы живем духом, никакого закона за 3-9 земель в округе в радиусе от нас 500 километров нет. Вот, мы живем по благодати через веру, и вполне с нас достаточно верить в Мессию Иешуа нашим сердцем. Другие говорят, что верить сердцем, только верить сердцем, конечно же, недостаточно. Нужно еще эту веру проявлять, как именно нужно проявлять ее в делах любви, соответствующими поступками, добрыми делами. И поскольку во Христе Иисусе нету ни Иудея, ни Эллина, то евреи и неевреи во всех отношениях абсолютно полностью одинаковы. И поэтому, что касается мессианских евреев, то, ребята, пожалуйста, покупайте себе свининку с чистой совестью, посыпайте ее солью и перчиком. Вот, и, пожалуйста, не вносите разделений в единое тело Христова. Ведь, в конце концов, Мессия уничтожил перегородку, стоявшую между евреями и неевреями, и горе тому, кто воздвигнет ее снова. Он уничтожил всякую вражду между нами, всякие отличия и всякие разделения. Поэтому давайте не будем усложнять жизнь друг другу. Третьи возражают и говорят так. Послушайте, евреи, если они действительно евреи, они обязаны соблюдать Тору. Ешуа соблюдал ее, апостолы ее соблюдали. И, в общем, для евреев, в том числе для мессианских евреев, все остается по-прежнему. Пожалуйста, нееврейские верующие пусть живут как хотят, пусть кушают что хотят. И когда хотят, а евреи, пожалуйста, пусть соблюдают кашрут. Там библейский кашрут или раввинистический кашрут, это второй вопрос. Но так или иначе. То есть, другими словами, если мессианский еврей получит котлетку со свининой, или ему дадут пельмешки со свининой, и если он начнет их кушать, зная, что он кушает, то он согрешит. И дальше есть, конечно, еще более радикальная точка зрения в поддержку соблюдения закона, которая звучит так, что неевреи, верующие в еврейского мессию, должны оставить все свое язычество и должны жить по-еврейски, в общем, если попросту говорить. То есть, если уж не обрезание себе сделать, то хотя бы самый минимум соблюдать. Собираться в субботу, а не в воскресенье. Праздновать не Рождество, а исключительно еврейские или библейские праздники. Не есть свинину и прочую некошерную пищу и так далее. В общем, сколько людей, столько или почти столько же и мнений по этому вопросу. И как же тут во всем этом разобраться, да еще так, чтобы при этом драгоценная наша крыша не поехала. Ну что ж, давайте попробуем. Начнем с неевреев. Актуально ли сегодня Тара, закон Моисеев, для нееврейских верующих в Ешуа? Обязательны ли ее заповеди? И если они необязательны, то может быть их соблюдение хотя бы желательно. Прежде всего, давайте зададим ключевой вопрос. Зачем? С какой целью, предположим, нужно соблюдать заповеди Тары? Человек обязан их соблюдать для того, чтобы иметь прощение грехов, жизнь вечную, то есть быть принятым Богом? На этот вопрос Писание отвечает однозначно нет. Вечная жизнь и прощение грехов это не награда, которую мы можем заработать соблюдением заповедей, а дар Божий. И дар это что-то, что Бог нам дает по своей собственной доброте, это дар заслужить нашими собственными усилиями невозможно в принципе. И все, что мы можем сделать, это просто смиренно принять его, протянуть руки и принять его от Бога, который дает нам его незаслуженно, по любви, просто как дар. Такую позицию занял Первый Иерусалимский Собор, который описан в 15 главе книги Деяний Апостолов, написанной Лукой. Предыстория этого события такова. Первая община была практически полностью еврейской. И когда Евангелие начало проповедоваться среди неевреев, возник вопрос, на каких условиях принять в общение нееврейских братьев по вере в Бога Израиля и в Мессию Иешуа. Вопрос точнее был поставлен так, должны ли эти люди совершить обряд обрезания и обязаться соблюдать Моисееву Тару. Почему был такой вопрос? Потому что до сих пор, то есть до тех пор, язычники, обращавшиеся к вере в Бога Израиля и желавшие иметь полноценное общение с евреями, должны были делать именно это. Обряд брит мила, обрезание для мужчин и также обязательство жить по Таре. И вот этот Иерусалимский собор, апостольский собор, прошедший в Иерусалиме в конце 40-х годов первого столетия, он постановил, что неевреи, верующие в Иешуа, должны быть приняты в общении без того, чтобы обязать их обрезаться и соблюдать закон Моисеев. Лука описывает это таким образом. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, собравшимся, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив их сердца. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников, то есть на шеи учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы, имеется в виду Моисеева Тара во всей ее полноте. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Из этих слов очень ясно видно, что в отношении прощения грехов между евреями и неевреями нет абсолютно никакой разницы. Все люди созданы по образу и подобию Божьему, и все люди получают прощение тоже одинаково, абсолютно, исключительно по благодати, то есть по незаслуженной доброте и милости самого Бога. Мы верим, что спасаемся добротой Божьей, говорит здесь Петр, добротой Бога, который отдал жертву за наши грехи своего собственного сына, Мессию Ишуа. И более того, никакого другого пути спасения от наших грехов и от гнева Божьего, который они навлекают на нас, попросту нет и быть не может. И о том же самом говорит нам Раф Шауль, он же апостол Павел, который, собственно, и пришел тогда в Иерусалим на этот собор к тамошним апостолам с вопросом о язычниках. В своих посланиях он тоже твердо отстаивает эту позицию в отношении неевреев. И в послании к галатам он даже делает это не просто твердо, а жестко, употребляет резкие выражения в отношении тех евреев, которые хотели требовать обрезания, то есть обращения в иудаизм, от нееврейских верующих в Ишуа. В пятой главе, например, в стихе двенадцатом он пишет, должны быть оскоплены те, кто чинит у вас беспорядок. Под беспорядком он имеет в виду, это ясно по контексту, тех, кто проповедует обрезание неевреев вопреки апостольскому решению. И по сути он говорит, тем, кто требует, чтобы язычники обрезали крайнюю плоть, этим товарищам я бы отрезал все целиком. Понятно, что это было сказано в порыве сильных эмоций, так что ни о каком буквальном исполнении этих апостольских слов ни тогда, ни сейчас речи не могло и быть не может. Но это просто говорит нам о том, насколько важным Павел считал решение Иерусалимского собора. Неевреев, верующих в Ишуа, нельзя обязывать соблюдать Тару в качестве условия спасения. Единственное условие прощения грехов, это его принятие как дары Божьего, принятие просто веры. Хорошо. Насчет того, обязаны ли не евреи, а верующие в Ишуа, соблюдать Тару, можно сказать, все понятно, не обязаны. Ну, теперь следующий вопрос. А может быть соблюдение верующими в Ишуа хотя бы каких-то заповедей Тары желательно, раз уж оно не обязательно? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в 15 главу книги Деяний на заседание апостольского собора. Последнее слово по вопросу о неевреях там говорит апостол Яков. Он не противоречит Петру, однако добавляет нечто интересное. Стихи с 19 по 21, Лука, 15 глава книги Деяний, в переводе Кузнецовой. Нам не следует обременять язычников, которые обращаются к Богу. Мы должны послать им письмо и предписать им воздерживаться от пищи, принесенной в жертву языческим богам и ставшей нечистой, от разврата, от мяса удавленных животных, а также от крови. Ведь закон Моисея издавна возвещается в каждом городе, и каждую субботу читается вслух в синагогах. Почему он упоминает здесь закон Моисея и синагоги? Ведь, казалось бы, речь-то тут идет о язычниках, а не о евреях. Причем же тут закон? Ну, по-видимому, язычники, о которых тут идет речь, которые тут имеются в виду, были не папуасы с Новой Гвинеей, которые вообще в жизни, может быть, никогда не слыхали о Боге Израиля до сего момента, а люди, которые уже успели разочароваться в язычестве, однако еще не приняли иудаизм полностью, формально не стали евреями. В Новом Завете такие люди называются «боящиеся Бога». И они посещали синагоги, как это хорошо видно, например, в книге «Деяний» в 13 главе, когда Павел приходит в Антиохию Писидийскую. Там ему в какой-то момент после чтения из старых пророков дают слово, и он начинает свое обращение так. «Мужи израильтяне и боящиеся Бога между вами». Это не означает, что мужи израильтяне не боялись Бога, что у них не было страха Божьего. «Боящиеся Бога» здесь – это просто такой, можно сказать, технический термин, это стандартное название тех людей, которые, не будучи евреями этнически, тем не менее посещали синагогу. И не будучи евреями религиозно так, что они еще не обратились в иудаизм. В общем, эти язычники действительно были хорошо знакомы с Моисеевым Законом, потому что он действительно читался, как Яков говорит, каждую субботу по всем синагогам. Так вот, Яков, как мы здесь видим, не ожидает от них соблюдения Закона Моисеева. Он абсолютно согласен с Петром. Однако, он также не говорит, что эти люди должны соблюдать часть Закона, например, моральную часть, потому что ведь сама Тара не подразумевает, в ней абсолютно нет никакого разделения на какие-то части. Очень часто Тару делят на три части моральные заповеди, гражданские заповеди, регулирующие жизнь Израиля как общество, как нации, и законы ритуальной чистоты и культа, то есть законы, определяющие, как должно совершаться служение в мешкане или в храме в будущем, кто чисто, кто нечисто, от чего происходит нечистота и так далее. А в Таре таких разделений нет, там просто идут заповеди одна за другой, и в принципе, еврейское понимание Тары, взгляд на нее, это как взгляд на нечто целое. Тара является чем-то целостным в еврейском понимании, поэтому тот же самый Яков в своем послании пишет такие слова, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. То есть, ты не просто нарушил одну из заповедей Тары, ты нарушил Тару. Но здесь на соборе Яков постановляет, что язычники, то есть верующие из язычников, нееврейские верующие вешу, должны воздерживаться от разврата, а также не употреблять в пищу трех вещей. Во-первых, крови. Во-вторых, мясо животных, которые были задушены. В-третьих, пища, которая стала нечистой в силу того, что была принесена в жертву языческим богам. И в апостольском послании, которое посылается нееврейским верующим, к этому перенечу не добавлено ничего. Хотя в русском синодальном переводе есть еще одно наставление не делать другим того, чего себе не хотите. В греческом тексте этих слов нет. Почему же были написаны именно такие инструкции? На этот счет есть разные мнения. Например, иногда можно услышать, что Яков, дескать, хотел, чтобы для начала эти верующие из язычников соблюдали самые элементарные заповеди тары. А затем, поскольку они уже, дескать, все равно посещают синагогу, они постепенно станут полноценными евреями. То есть, со временем и обрезание сделают, и возьмут на себя обязательство соблюдать всю тару. Но это совершенно не соответствует всему остальному, что написано в Новом Завете. Другой вариант, что Яков здесь дает свой собственный вариант так называемых семи заповедей сыновей Ноя. В письменной таре, то есть в Пятикнижии Моисея, таких заповедей нет, когда речь идет о Ное. Но Талмуд называет семь заповедей, которые, как там утверждается, Бог дал всем остальным народам земли. Это заповеди не поклоняться идолам, во-первых, не богохульствовать, не убивать, не прелюбодействовать, не воровать, не есть мясо, отрезанное от живого животного, и иметь справедливую судебную систему. В принципе, хорошие заповеди. Но в письменной таре о них ничего не сказано. И, честно говоря, я не думаю, что апостольские инструкции, принятые собором в Иерусалиме, берут свое начало здесь, в этой традиции о семи заповедях. Почему я так не думаю? Потому что эти два перечня, вот эти семь заповедей сыновей Ноя и вот этот перечень Якова, который мы видим в книге Деяния апостолов, они довольно разные. Из семи заповедей сыновей Ноя лишь одна касается пищи. Не есть мясо, отрезанное от еще живого животного. А у Якова из четырех его, скажем так, если не заповедей, то наставлений, пищи касаются целых три. 75 процентов. А там одна седьмая. И мне кажется, что апостолы исходили из того, что евреи и язычники, верующие в Ишуа, должны быть единым телом. А на практике это означает возможность сидеть за одним столом обеденным. За одной трапезой, за общей. От евреев не требовалось, простите, от неевреев, от неевреев здесь Яков не требует соблюдать в своих домах кашрут во всей его полноте. Чтобы евреи могли приходить к ним в гости. Вроде бы. Потому что это требование означало бы фактически обращение в иудаизм. То есть, еврейский образ жизни ради общения с евреями. Это не выставляется как требование. Но, тем не менее, Яков их просит соблюдать необходимый минимум заповедей, касающихся еды. Для того, чтобы когда они, эти неевреи, верующие в Ишуа, приходят в еврейский дом, чтобы еврейские хозяева, живущие, предположим, по заповедям Тары, могли принимать их с чистой совестью. Сажать их за свой стол. Однако, тут, конечно, можно задать как минимум два вопроса. Во-первых, по поводу предписания воздерживаться от разврата. Можно сказать, ну хорошо, развратничать неевреям, верующим в Ишуа, нельзя, а воровать, значит, можно. Да, ведь заповедь-то, которая касается моральных аспектов жизни, есть всего одна. Что же насчет всего остального? Во-вторых, апостолы вот тут пишут, что язычникам нужно воздерживаться от пищи, принесенной в жертву идолам, а также от крови и мяса задушенных животных. Вот по поводу пищи, принесенной в жертву идолам. Яков говорит, или Писание говорит здесь, книга деяний, Лука, как угодно, что эта пища, принесенная в жертву идолам, она стала нечистой из-за этого факта, из-за того, что она была именно принесена в жертву языческим богам. А вот апостол Павел в своих посланиях говорит, что вообще это все ерунда, что любая пища чистая, есть только ее благословить, помолиться за нее, принять ее с благодарением. Единственное, в каких случаях нам нужно воздерживаться от идола жертвенного, пишет он, это если вот такая вот трапеза, если такая пища послужит кому-то камнем преткновения. Если кто-то решит, что это будет означать фактически принятие такой пищи, если кто-то решит, что принятие такой пищи будет означать факт идолопоклонства. Нет ли тут противоречия между Яковом и Павлом? Очень хорошие вопросы. Спасибо вам за то, что вы подумали и задали нам их. Мы постараемся ответить на них в нашей следующей программе. Спасибо. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин